Я с вашего разрешения буду сидя, потому что формат нашей встречи предполагает. Какое общение? Пресс-конференция главы области прошла в новом формате. Чтобы принять больше журналистов, встречу устроили в малом зале ОКЦ. Чтобы сразу понимать, откуда собеседник, каждый гость держал табличку с названием СМИ. Отвечать на вопросы губернатору помогали зампреды правительства. О собравшихся интересовал широкий круг тем. И в первую очередь перспективы региона на фоне зарождающегося сотрудничества с «Газпромом». До этого проекта «Газпром» Амурская область считалась сельскохозяйственным регионом, житницей и энергетикой. Сегодня к нам заходит производство. То, о чем мы так неоднократно говорили. Когда в Амурскую область придет производство. Вот оно приходит. Это производство, которое за собой катализирует много других мелких производств относительно. Представляете, в проекте полтора триллиона рублей. Отвечая на вопросы госдолги, власти отметили. Формироваться он начал в 2009 году, когда кредиты приходилось брать в коммерческих банках. Сегодня его размер 30 миллиардов. Выход есть. У области появилась возможность заменить коммерческие займы на бюджетные. Подставку 0,1%. Банкротства, я вам гарантирую, не будет. Оно в первую очередь определено тем, что наше российское законодательство не позволяет уйти в банкротство. Потому что бюджетный кодекс не позволяет превысить долг свыше 15%. Бюджетный дефицит. Сегодня у нас подписано соглашение с Минфином. И до 2019 года наш госдолг, мы взяли на себя обязательство, не должен превышать 22 миллиардов рублей. То есть поэтапно мы его будем гасить. От общего к частному. Главный редактор бурейской газеты «Маршрутка» попросила губернатора помочь с жильем женщине-инвалиду, потерявшей сына. Александр Козлов тут же связался с главой бурейского района, который сообщил, что в курсе ситуации и через неделю доложит, как решится проблема. Подытожили встречу вопросом о спорте. Каковы перспективы развития хоккея в области и вернется ли в Преамуре профессиональный футбол? Профессиональная команда для того, чтобы просто участвовать, требует 60 миллионов рублей. Для того, чтобы выигрывать, больше. Теперь вопрос. У вас есть 60 миллионов рублей? А у вас? У меня пока нет. Встреча продлилась полтора часа вместо запланированного часа. Из более чем 100 журналистов 14 сумели задать свой вопрос. Кристина Добровольская, Михаил Величкин, программа «Город». Продолжение следует...